Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Евангелие от Матфея, 22 глава, с 11 по 14 стихи. Царь же, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему, друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде? Он же молчал. Тогда сказал царь слугам, связав ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов, ибо много званых, а мало избранных. Толкование блаженного Феофилакта. Пришествие на брак бывает без различия, ибо все мы, добрые и злые, призваны одной благодатью. Но потом жизнь вошедших подлежит истязанию и великому истязанию. Если по вступлению в веру обрящемся оскверненными, ужаснемся же, помышляя, что если у кого нет жизни чистой, тому нисколько не пользует одна вера. И тот не только отвергается от брака, но и посылается в огонь. Кто же носит скверные одежды, как не тот, кто не облекается в одежду щедро от благости братолюбия? А много таких, которые, обольщаясь тщетную надеждою, думают получить Царствие Небесное, и, думая о себе много, причисляют себя к лику возлежащих. Производя суд над оным недостойным, Господь показывает, во-первых, то, что он человеколюбив, а потом, что и мы никого не должны осуждать, хотя бы явно кто грешил, доколе согрешающий не обличится судом. Слова Господа к слугам или к карающим ангелам. Свяжите ему руки и ноги. Научает, что мы можем действовать только в настоящем веке, а в будущем связуются все деятельные силы души, и нельзя уже совершить что-либо доброе в очищении грехов. Скрежет зубов означает бесполезное раскаяние на том свете. Бог призывает всех, но мало избранных, ибо мало спасаемых и достойных избрания Божия. Призывание зависит от одного Бога, а быть избранным зависит и от нас. Этим показывает Господь, что себя притча сказана была против иудеев, которые хотя были призваны, но как непослушные, не избранные. Толкование закончилось. Вот он говорит здесь об одежде. Правильно. А местописание не приводит. И надо же подтвердить это. А то, что означает одежда, без которой не войти. Два места в Писании. Первое место, которое он вообще выпускает, Божий Афифилакт. Галатам 3, 27. Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Во Христа облеклись, то есть оделись. Вот и вывод. Много ли сегодня одетых, когда крещение испорчено? У католиков там три капельки капнули. Когда написано «Ярдане», откуда католики это взяли? А это католичная Украина, Белоруссия. Вот это учение, что достаточно трех капли, слюнями там, песком. Это оттуда все ползет. У русских никогда этого не было. И кто не связан с католиками, как староверы, а их 50 с лишним названием. Все до одного креста только полным погружением. Никакого другого они не принимают. Что главное, полное погружение у всех сектантов. Я знаю, там близко, знаком с какими. Ни у кого нет, чтобы ладошка, что-то там, или раковина рисует. Христос на берегу стоит, Иоанн Креситель поливает. И у нас даже там икона такая-то. Это католическая икона. Перетащили сюда. Ну, смотри, вот тут видишь, как из раковины поливает. Какие там раковины. Значит, одет не в брачную одежду. Не крещеный, как должно. Не погруженный. Вполне здесь идет. И второе, чистый весон праведных, праведность святых. Это второе место из откровения. А это Феопилакт объясняет. Праведность. А праведность, это не своей праведностью, но праведностью во Христе. Но быть избранным, он тоже тут не говорит. Как проверить, избранный или не избранный? А это видно, когда даже маленький ребенок, он реагирует на грех, и его туда не затащишь. А если вот только пошел в школу, и он туда попал, и тянется, не избранный. Избрание это, то есть надо подтвердить своими еще делами. Вот ты приезжаешь в город, когда, как учитель потеряешься. Меня интересуют всегда дети. Я спрашиваю, видно в каком-то избрании. Так, ну вот может быть там вот такой-то один. А остальное явно показывает одно. Также бегают, орут и допускают ложь и что угодно. Ну явный хулиган, который что попало делает, там портит даже имущество. Фотографии висят там, что-то пломастером напишет, и не сознается, лжет. Ну кем избранный? Сатаной избранный. Сатана избранный уже. Его видно. Меня спрашивает вчера батюшка, ну вот ты думал, вот почему так? Дети подрастают здесь и там в общине. Подрастают и в мир уходят. Что-то значит делаем не так? Я говорю, а что конкретно-то не так? А ты замечай, из какой семьи уходят? Где? А один верующий, другой не верующий. Вот Политекина. Растут две девочки, обе у нас были в лагере. Отец неверующий, пьет. Ну и кого не будут слушать. Грех обладает силой притяжения. Закваска Адама в них живая. И поэтому он сказал, а зачем тебе вставать рано? Все, дело обсохло. Дальше идет уже на самое тяжкое. Дальше что, только блуд. Вспомню у Сокольских. Мать категорически была против-то. А отец, говорится, половину собрания проспит. Вот и все. И потом она ревновала, девчонка. Вставала рано, молилась, постилась. А потом заволохло в такой угол, что стоит с оглашенными. Ну и я тебе буду перечислять, сколько ты хочешь. Какие у нас есть, у кого один. Так вот, вот она здесь. Пять городков стоит. Она как городочная палка. Вышел бы всех. Против мужа поднялась дерзкая женщина. И что, пять у нее девчонок. И она их всех до одной. Да и пацаненок шестой. Я и говорю, как жена Геббельса, Магды, всех отравила и все. Кресты сняла. А что же резко дает? Ходила, причащалась. И дети все стоят. И на снимках это есть. Ни один в церковь больше не идет. Детей научила так. Мы в церковь не поем, потому что там папа наш. То есть ненависть к отцу воспитала. Они поносят. Это дом проклятия. К нему подходить нельзя. Какая там одежда? Там все покрыто с братом. И сватает из этого дома. Он не думает, что жить с ней нельзя. Она от матери унаследовала все. А они одеты не в брачную одежду, как невесты. Хотя бы там белоснежные, шили им. Ничего нет. Она смердит вся. Она ненавидит отца. Они проклятые. Проклят злословище отца и мать. Смертью умрет. Маленько-то, а раскрои глаза. Какое там избрание? Избрание сатаной. Он их поцеловал уже всех. Дальше вопрос. А могут ли выйти? Могут, но усилий будет много. И они будут несчастны в браке. Для вечности Бог простит. А тут они должны быть наказаны. Просто Библия об этом говорит. Ты прощен, но дитя умрет. Вот и весь сказ. Это вот как ты вошел в небрачной одежде. А то другой раз разбирает совершенно не с той стороны. Он вошел. То есть его голос достиг. И он пришел. А я верю в Бога. А теперь мы баптисты. А какие баптисты? Еще баптисты такие же, как вы. Родители ненавидят. И мать ворочает что как хочет. И теперь какое бы зло тут ни случилось, у всех только подозрение падает на ту семью. Потом она учит. Ты в чужой дом залез ребенок. В чужой дом залез. Оправился, наворотил кучу, размазал. С ним разговаривает учительница. Ну ты убери. Тут никто не будет знать. Он стоит, ему никакой нужды нет. Ему 10 лет только. Это злодейство. Где какая пакость не была бы. Все от него идет. Из этой семьи. Сломать. Раздавить. Все тут видно. Вот оно избрание. Как ты вошел в небрачной одежде-то? Одежда запачкана грехом. Грех пачкает. Вся ваша праведность, как запачканная одежда. Но вот об одежде-то и надо все посмотреть. Что в это входит? Запачканная одежда. Это брачная одежда или нет? Догон. 22 глава с 15 по 17 стихи. Тогда фарисеи пошли и совещались, как бы уловить его в словах. И посылают к нему учеников своих с иродианами, говоря, «Учитель, мы знаем, что ты справедлив, и истинно пути Божию учишь. И не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лице. Итак, скажи нам, как тебе кажется, позволительно ли давать подать кесарю или нет?» Толкование. Иродиане были или воины иродовы, или те люди, которые признавали Ирода Христом. Игорь. И удивительно, когда Ирода Христом, как сейчас, Путина святым считают. В ресторане обеда ложки берут, прижимают глазам, исцеление, рисуют с нимбом. Мы в Чечне были, и в Грозной, главный там проспект имени Владимира Владимировича Путина. Я-то его ни в Москве, нигде не встречал, видимо, там бы не потерпел народ. А это большая дружба. А дальше все остальное догадывается, от чего и как. Мне-то все равно, но обратить внимание-то надо. Ирода почитали за Христа. Большего тирана они. А Сталина как? Умер Алексей Первый, Семанский распинается у гроба. Богоданный вождь. Богоданным вождем называли Гитлера, Адольфа. Это все повторяется. А как? Да никак. Сумасшествие. Поскольку Ирод воцарился тогда, когда уже оскудили князя от Иуды, Бытие 49.10, то они думали, что он Христос. С ними-то и идут фарисеи для уловления Христа. И вот так начинает разговор с ним. Краткое толкование такое. Да. Ну тут на двое. Как бы Христос не ответил, тут все, говорит, пришли с иродианами. Если ответят, что не платите, иродиане сразу докажут. Христа арестуют как смутьяна. Ну а как патриот, он и должен был сказать, чего платить-то. И когда выходит из-под иго турецкого где-то, не платить дань. Турецкие данники их Никон обзывал. Греков этих. А если скажут, платить, тогда патриоты еврейские, фарисеи подошли. Как он римскую власть оккупантов признает законными? Ну это понятно, что предатель. То есть ответить Христу нельзя было никак. То, что они хотели получить, платить или не платить. Этот ответ грозил смертной казнью Христу. Поэтому Христос им отвечает так, чтобы они сами на него ответили, на этот вопрос. И когда бы сами они ответили, тогда сами отвечали за свой ответ. С 18 по 22 стихи. Но Иисус, видя лукавство их, сказал, что искушаете меня, лицемеры, покажите мне монету, которую платится подать. Они принесли ему динарий. И говорит им, чье это изображение и надпись. Говорят ему, кесаревы. Тогда говорит им, итак, отдавайте кесарева кесарю, а Божие Богу. Услышав это, они удивились и, оставив его, ушли. Толкование. В надежде смягчить и надмить его похвалами, они льстят ему, дабы он надмение сказал, не должно давать дань кесарю, и чтобы вследствие сего уловить его, как бунтовщика, возмущающего народ против кесаря. Для того привели с собою и Иродиан, приверженцев царя, чтобы они схватили его, как мятежника. Не смотришь на лице, сказали они, то есть ты, конечно, не скажешь ничего из угодливости Пилату или Ироду, но Иисус самым изображением кесаря на монете вразумляет их, что кесарю должно отдавать принадлежащее ему. То есть, носящее его изображение. И что в житейских отношениях и во внешних делах должно подчиняться царю, а во внутренних и духовных – Богу. Все, толкование закончилось. Но они до конца, когда спрашивают, что изображение кесаря, они не понимали, к чему это клонится. А когда сказал, ну и отдайте его, раз эта монета его, они удивились, что надо же так, как просто-то оказывается, вопрос решается. Конституция кем написана? Ну и вполне там, и где против Бога, это внутреннее, там не подчиняйся. А это закон, да, только делов-то закон. Я для того и призвал, чтобы Божий закон ставить превыше всего. Не раз отвечали. Да, это и в их закон, мы его исполняем, и мы возвращаем. Положено налоги, что там платить. Это так. Но внутренне, кто нам запрещал правильно молиться, правильно креститься? Я, уполномоченным по религиозным курсам, седешь у Александра Петровича, в Алтайске, уполномоченный. Я говорю, а почему вот не крестят? Значит, не разрешаете? Он говорит, какая разница, хоть их утопите там. Ну, конечно, не буквально утопите, за это отвечать придется. Вот и все. Значит, это все падает на внутреннее священство. Как они здесь. Вот вчера у нас проезжал здесь, это вчера было 4 сентября, 13-го года, среда. Заехал к нам новый епископ Алтайский Барнаульский Сергий. Привез два документа. Один Иларион через них прислал, а второй он уже написал указ, что батюшка должен исполнять. То есть они нас, как бы Иларион передает ему, они долго думали, как, а давайте так сделаем. Ну, это детская игра. Это не из епархии в епархию. Московская патриархия и русская православная зарубежная церковь, это не одно и то же. Не одно и то же. Сколько лет там боролись против сергианства, предательства, измены, коллаборационизм с властями. Ну, полностью. Они заключают с ними сделку. С властями. Вы нас не трогайте, дайте нам храмы строить, а мы выполним все, что коммунисты скажут. И экуменизм. Тут у них полностью все разжижено. Православия-то никакого нет настоящего. И он уже издает указ, батюшки, кого поминать. Я давно так не смеялся до того. Это игра. А это кто? Это совет дали. За это время, пять лет, они ничего с нами не могли сделать. Мы признаем благодатность московской патриархии, одновременно не идем туда. Ну, патриарх спрашивает о нас неоднократно. Ну, какие отношения хорошие? Ну, почему они под меня не идут? Я понимаю как. Он другими словами выражается. Потому что была поставлена задача не о каноническом признании, а об уничтожении всех приходов от русско-православной зарубежной церкви. Это был самый важный акт, что зарубежная церковь сделала. А теперь они выступают, это было как учение о расколе. Вот мы образовывали, это мы сделали неправильно, просим прощения. И кто? Наш же епископ Евтихий, который сам же был здесь, и теперь перед ними смотрит жижа, кисель медузный. И вот они уже издают указ. И Ларион, теперь вы и не мои, я их вам передаю, и как будто бы это болвашки какие-то он передает. Да все, которые были, переходили. Вот я знаю Карелин Владимир, к которому мы заезжали, все писали заявление, покаяние. А тут нам делает такое исключение, что ни покаяние, ни заявление не надо. Да и издают уже указ на нас. Прошение, священник. Священник батюшка говорит, прошение писать было. Прошение, и кроме того, покаяние. Покаяние, не просто прошение. Чтоб приняли, я бы был неправ. Ну, то есть, я знаю, как это делается. Признание своей вины, а не просто прошение. Сначала, чтобы они признали сан его. Некоторые были рукоположены в русской православной зарубежной церкви. И когда принимали их заново, перерукополагали, как Олега Стеняева-то. Авантюристы. И вот они с нами думали, думали как. Их план это не входило. Они не знают. Они мыслят так шаблонно. Я в самом начале еще, никаких там не было еще актов, только батюшка собирался ехать. Я сказал, вот то, что мы делаем, это единственный, при том, единственный выход. И они не будут знать, что делать. Это для них вопрос. Головная боль. А не мы. Мы как верили, так и верим, как поминали. Какая разница патриарху, чтобы мы поминали святейшего патриарха. Я его святейшим признать не могу. И он не мой патриарх. Я его не избирал. Должно быть всеобщее избрание. Он еще за прежнее-то не ответил. Но я поминаю дома, молюсь его. Чего ему еще надо-то? Нет, чтоб под ним. Вы поминайте меня. Теперь уже Сергия. То есть он указ написал, а мы ему не принадлежим. Я говорю, ну пусть он пишет Корнилию, старообрядческому указ, чтобы его поминали. Почему не пишет-то? Мы-то не принадлежим к нему. А они решили так. Ничего не сделал. Давай, ты скидывай, а я сразу как бы принимаю. Ну, болвашки. Да он совершенно не знает, что говорит-то. А теперь они выжидают, что будет. Да ничего и не будет. Ничего абсолютно не будет. Мы как поминали Илариона, так и будем поминать. Он живой. И все. Он никакой роли в нашей жизни не играл, Иларион. Здесь не был. Никого не руку полагал. Никакой. Совершенно. Но требуется. Мы это делали. Он хороший человек. Я лично знаком был с ним, беседовал, помогал ему, когда он секретарь был. Вот. Синоди в Америке. А теперь он полностью разложен ими. Они на него давили, говорится, пахали на нем. Но и видят, ничего нельзя сделать. Ну, давайте сделаем так, перекинем. Теперь они ждут. А какая реакция наша будет? Никакой. Мы совершенно спокойно продолжаем молиться и также поминать боем Илариона. А будет другой там первый иерарх тоже. У них задача сделать зависимой, несамостоятельной зарубежной церковь. Хотя говорили, это не входит. Как? А вот когда крестят, то мир это самая святыня. А вот это мир, который там варили, вы там не варите. Давайте подпишем. Мира брать только наша, московская. В нашем котле будут варить. Малые дети. А еще что? Ну, без антиминцев нельзя. И батюшки, сдайте антиминца. А батюшка у них и не брал. Когда не получилось, они дальше там на рукавнике будут перечислять. Это плотские люди, мертвые. Они недвижимые Духом Христовым. Их не интересует наши души. Они ни разу не спросили. Вчера, я говорю, батюшка, он читал мои книги, которые подарил? Да, не знаю. Но видно, он сказал, нужно нам встречу иметь, и чтобы Игнатий Тихонович был. Это то, что он делает, это важно очень-то. То есть, вот эти самые льстивые слова, которые Христу подошли и говорят, думают на этом, а на меня это не действует. Хоть что говори. Мне одно, любишь ли ты Библию и Слово Божие? Любишь ли ты Христа, как должно? Любишь ли? Вот, тогда мы будем друзья. А если ты Библию ни во что ставишь, Христос тебе не главный. Мы друзьями никогда не будем. И вот сегодня, на следующий день, как раз об этом сейчас речь вот и идет. Комары, откуда поналетели, не знаю. Ну, а что дальше делать? Ничего не делать, надо работать. Работать. Батюшка сказал о детях вот это. Я говорю, и другие семьи там показывают, где половина. Одна верит, другая не верит, и дети туда склоняются. Почему нет избрания? Вот мой отец сильно враждовал со своим родным братом Степаном Дмитриевичем, отец мой Тихон Дмитриевич. Ходить нельзя к ним, а он жил вот через два дома, где Устинова, там второй дом, а наш дом на том месте, где Павел. Тут и есть. Я ночью проберусь, приду и буду сидеть и слушать. У него были божественные книги. Меня нельзя было остановить. А я еще школьник был. Меня это не касалось. Отец лег спать, и я все вышел, оделся и ушел. Здесь не один. Она только сказала снять кресты, все дети сняли. Не надо поститься, посты долой. Нет избрания. Дети не избранные. Избранные Богом от три отрока в Вавилоне. Вот они избранные. Все со старского стола питаются. А этим была угроза, и мог попасть в Апавлу даже тот, кто за ними ухаживал. Говорит, а как заметить, что вы не так выглядите? Ничего подобного. Три. Вот это богоизбрание. Ну, Сидрах, Месах, Авдинах, а четвертый Даниил. Избрание это сопротивление злу. Избрание это устремленность к цели с малых лет. Вот считаешь, ученики Вавилы, епископа, в житиях святых. Там Симеон, Девнегорец, мать бьет, они ничего не могут сделать. Он просыпается и идет во тьме, там волки ходят, а он идет в храм. Ты посмотри, что значит богоизбрание. Вера, надежда, любовь, мать Иерсапия. Здесь ни муки, ничего нет. Мать только сказала, и все. Мать сказала, а ту на отца, и они отца поносят все, они проклятые. И они над отцом издеваются, поносят его всячески в глаза. Ему тронуть нельзя, милиция приезжает, только тронь пальцем, и она тоже, я тебя посажу сразу-то. Ему выход только один. Только один, я говорил, ехать в южный район Чечни на границе с Дагестаном и идти сразу к маму или к старейшинам. Беда, жена совершенно не слушается и поносит. Они его в один день поставят на ноги. А законы, конституции, там милиция, все на их стороне. Там милиция не стращает. Попробуй тронуть только пальцем. В ювенальной инститции туда нос не сунет. Им оторвут башку еще на границе. Всем. А если они пошлют, посылали. Посылали под Новый год. Сейчас еще 400 трупов обожженных лежат в вагонах и не знают, как большие средства надо, ДНК. А уже списали, уже забыто. Там другой климат. Мы там проехали нынче, видели. И там относительно почитания старших родителей все стоит на месте. Никто его не спрашивает. Бога избранности нет. Я батюшке все это вчера объясняю. А где? Все дети. Никак не все. У Загулявы и Галя все ходят. Андрей даже там пьет и прочее, но дети все здесь находятся, потому что мать и мать-то слабенькая. Но они двое. И чтобы выйти из-под контроля, родители возьмут Виталия Устина. Все дети ходят. Как это все уходят? Никак не уходят. И Виталий ходит в храм. С этой стороны вот Вася там, где бы он не был, он находится здесь. И дети все до одного ходят. Ты что, батюшка? Ты глянь. Которые не ходят-то дети. Вырастают и уходят. Там, где половина неверующая. Которая полностью предалась сатане. И победа на той стороне. Дети не... Они хотя бы тянулись. А потом, судя по его добрым делам, было бы богоизбрание совершено, но этого нет. Я это давно-давно замечал, смотрел и тревожился. У Стиновых все ходят. Вот у этих Устиновых, у Виталия. Все до одного дети ходят. И так же сейчас, когда эти... Нам нравится, что мы вот нарушаем полуголое там уже здесь. Но он это делает. А нам нравится, что мы их злим. То есть, кто говорят, а что вы без платка ходите-то? Это значит, это мы сказали, это мы злимся. У вас все впереди еще, детки. Но они уже полностью идут в руси с матерью. Дальше. 22 глава, с 23 по 28 стихи. В тот день приступили к нему саддукеи, которые говорят, что нет воскресения. И спросили его, учитель, Моисей сказал, если кто умрет, не имея детей, то брат его пусть возьмет за себя жену его и восстановит семя брату своему. Было у нас семь братьев. Первый, женившись, умер и, не имея детей, оставил жену свою брату своему. Подобно и второй, и третий, даже до седьмого. После же всех умерла и жена. Итак, в воскресении, которого из семи будет она женою, ибо все имели ее. Толкование. Ересь их состояла в следующем. Они не верили ни воскресению, ни бытию духа, ни ангела, и вообще были противоположного с хрисеями направления. Они выдумывают теперь событием никогда не бывало. Ибо положим, что два брата еще могли брать один после другого, жену, и потом умирали. Но как могло быть, чтобы третий брат не догадался, не отверг брака, вразумившись примером прежних? Измышляет же это с намерением привести Христа в затруднение и опровергнуть истину воскресения. Для того же представляет и Моисея благоприятствующим своему вымыслу. Конечно тому, кто первый женился на ней, следовало бы отвечать вам несмысленные саддукеи, если бы брак был и в воскресении, потому что прочие были подставные, а не законные мужья. Толкование закончилось. Слава Богу на сегодня. До завтра. Слава Иисусу. Так, ну-ка, дайте встать.